Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК в студии Виктория Столярова и прямо сейчас о главных событиях дня. Улицу Майорчика открывают для общественного транспорта. Тем временем Красноярск готовится к новым перекрытиям изостроительства метро. О дорожных изменениях в начале выпуска. К сожалению, помочь молодой девушке ничем не смогли и она скончалась в машине. 18-летняя Красноярка скончалась на концерте певца Рамиля в баре МОЦ, что стало причиной трагедии. Подробности у Елены Армаз через две минуты. Круто! Круто? Да. Пойдем в цирк? Да. Скорее бы открыли, да? После затяжной паузы в Красноярске возобновили работы по реконструкции цирка. Когда завершат капитальный ремонт здания? В это воскресенье 16 октября в России отметят День отца. Кто такой настоящий папа? Ответы многодетных отцов. Красноярска слушала Валерия Песку. Подробности в третьей части выпуска. И начинаем со срочной новости. Мобилизационные мероприятия могут завершиться в течение двух недель. Такой срок назвал президент страны Владимир Путин. При этом, по словам президента, всего в России мобилизованы 222 тысячи человек из 300 тысяч запланированных. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи. Кроме того, президент добавил, что линия соприкосновения на фронте равна 1100 километрам. По словам Владимира Путина, держать ее контрактниками практически невозможно, с чем и связана мобилизация. Помимо этого, президент обещал дать поручение Совету безопасности России, чтобы они провели инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан. Улицу Майорчика открывают для общественного транспорта уже завтра, 15 октября. С 6 утра там начнут ходить автобусы и троллейбусы. В администрации Красноярска рассказали, что на Майорчика вернутся привычные маршруты. Автобусы под номерами 2, 26, 71, 87 и троллейбусы номер 4 и 13. Троллейбус номер 5 на обновленную улицу не вернется, теперь он будет двигаться по новой схеме через Копылова. А 90-й автобус, наоборот, с 15 октября будет заезжать на Майорчика и далее на свободный. Это сделали для того, чтобы соединить главный корпус Сибирского федерального университета на горе с юридическим и торговым институтами. Руководитель департамента транспорта Максим Силкин надеется, что открытие Майорчика для общественного транспорта разгрузит близлежащие магистрали. Маршрутная сеть должна быть обращена на пассажира. Соответственно, надеемся, что на свободном в части общественного транспорта все-таки останется полоса для общественного транспорта, выделенная. Далее, соответственно, нагрузка упадет с улицы железнодорожников, что имеет немаловажное значение. Ну и, соответственно, потоки действительно перераспределятся. Мы прекрасно знаем, что у нас есть с вами объекты, которыми пользуются сегодня жители города. Это другие улицы, где проходят у нас ремонтные работы на мостах. Естественно, как бы такого большого всплеска изменений мы не увидим, пока данные объекты тоже не окончат свое строительство. Тогда будет уже гораздо легче и проще. Ремонт улицы Майерчика начался еще в начале июля. С тех пор ее открытие приносили несколько раз. Подрядчик не успевал закончить работы из-за плохой погоды. За несколько месяцев проезжую часть расширили до четырех полос, уложили два новых слоя асфальта, на участке отремонтировали ливневую канализацию, благоустроили тротуары, а также обновили опоры троллейбусов для контактной сети. Пока на Майерчика не оборудовали остановки и не полностью установили знаки. Для того, чтобы исправить все недочеты, у подрядчика есть две недели. Но не успели рабочие открыть одну улицу, как приходится перекрывать участки на других дорогах. Все из-за строительства метро и бурения новых скважин. Так, уже сегодня с 8 утра на Игарской перекрыли правую крайнюю полосу по направлению к Дудинской. Работы там обещают закончить до 8 вечера 16 октября. Такие же ограничения действуют и на Парижской коммуне от Карла Маркса до Мира. Следующие перекрытия начнутся с 17 по 18 октября на улице Ленина. Там будут бурить скважины по крайней левой полосе от улицы 9 января до Парижской коммуны. В это же время перекроют и Сурикова от Маркса до Урицкого. С 19 по 21 октября ограничения коснутся Карла Маркса от улицы Винбаума до Сурикова. Напомню ранее, похожие работы проводили на Молоково и Карла Маркса. Масштабные изменения транспортной системы ждут Красноярск в ноябре. Ориентировочно в это время начнут подготавливать станции для метрополитена. Для этого на Карла Маркса перекроют сразу четыре участка, а движение оттуда перенесут на параллельный проспект Мира. И уже традиционно в час пик Красноярск встал в девятибальные пробки. По оценкам сервисов Дубльгиса и Яндекс.Карты, самые серьезные заторы были в железнодорожном районе. Бордовым отмечены улицы Майерчика, Ладокец-Хавели, проспект Свободный. В пробках автомобилисты стояли на улице Михаила Годенко и Копылова. Тяжелая ситуация сложилась на Брянской, Шахтеров и Игарской, а также в центре, на Винбаума, Сурикова и на проспекте Мира. Стояли и в Советском районе, на авиаторов, партизана-железняка, металлургов. На правобережье хуже всего обстояли дела на Красноярском рабочем, Симофорной, Матросова и Мичурина. В пробке традиционно вырос спрос и на такси. По данным Яндекса, заказать машину из Советского района в центр стоило не меньше 400 рублей. 18-летняя Красноярка скончалась на концерте певца Рамиля. Выступление проходило в клубе МОЦ. По данным полиции, девушке стало плохо во время концерта, она потеряла сознание. Приятели передали ее врачам, однако Красноярка скончалась в карете скорой помощи. Подробности трагедии расскажет Елена Армас. Клуб, а точнее бар под названием МОЦ, находится в районе взлетки. Именно здесь вчера, 13 октября, проходил концерт популярного певца Рамиля. Здесь же, во время его выступления, в зале стало плохо одной из поклонниц. Полный клуб людей, духота и ослепляющие софиты. Рамиль – популярный певец среди молодежи. В соцсетях на него подписаны сотни тысяч человек. Аншлаг на концерте в Красноярске не удивляет. Но в этой разгоряченной толпе стало плохо 18-летней девушке. Очевидцы говорят, что она стояла близко к сцене. Друзья заметили состояние подруги и вывели ее из клуба. На улице девушка потеряла сознание. Приятели повезли ее в больницу, однако спасти Красноярку врачам не удалось, говорят в полиции. Приятели вывели ее из здания, где она потеряла сознание. Затем ее посадили в машину, повезли в больницу. Но по дороге встретили, остановили скорую помощь и передали девушку медикам. К сожалению, помочь молодой девушке ничем не смогли, и она скончалась в машине. После инцидента в сети стали появляться различные версии гибели девушки. Кто-то говорит, что она надышалась дымом из пушки у сцены. Некоторые уверяют, что девушка была под действием наркотических веществ. Вот что рассказывают очевидцы. На первой песне Рамиля девушке стало плохо. Ее вынесли с толпы, положили на диван, но в сознание не могли привести. Взяли ее на руки, вынесли на улицу. Позже подошел к охране спросить, как чувствует себя девушка. Охранник сказал, что уже вызвали скорую помощь, но им не удается откачать ее. Изначально всех на концерте предупреждали, что нельзя стоять рядом с дыммашиной. Но, видимо, девушка стояла слишком близко и, как итог, задохнулась. Сам концерт классный, но места мало для такого количества человек. Последний вариант поддерживают многие. Мол, народу было много, а вот места недостаточно. Появились и предположения, что девушка страдала хроническим заболеванием. Якобы оно и стало причиной плохого самочувствия. По личной болезни, скорее всего, ей просто стало нехорошо. Она задыхалась. Это никак не связано с проведением концерта, тем более дымом. Никакого газа не было. Все было предельно грамотно организовано. Сам певец эмоционально высказался о трагедии в своем телеграм-канале. Однако позже удалил записи из-за наплыва негативных комментариев. Уже под вечер Рамиль выложил еще одно видео. На нем артист пытается сдержать слезы и уверяет поклонников, что другие концерты он отменять не планирует. Получается, утром мы выезжаем. Вот, Томск. Жди нас. Послезавтра концерт. Так что все состоится. Как я и говорил, никаких переносов не будет. В баре МОЦ гибель девушки комментировать отказались. Доктора устанавливают причину смерти Красноярки. Тем временем тур у Рамиля только начался. Впереди исполнителя ждет еще 27 городов. Остается надеяться, что организаторы примут меры, чтобы обеспечить безопасность зрителя. Елена Армас, Сергей Токарев, Новости ТВК. Массовая эвакуация прошла в техникумах Красноярска. В учебные заведения поступили письма о минировании. Об этом ТВК рассказали сами студенты. Так, сообщения о минировании поступили в Красноярский колледж гражданской авиации на Аэровокзальной, в монтажный техникум, в педагогический колледж имени Горького. Об эвакуации сообщили студенты Института искусств, Института водного транспорта и железнодорожного техникума. Известно, что многие другие техникумы тоже эвакуировали. У студентов отменили занятия. Напомню, что в начале недели сообщения о минированиях получили красноярские школы. Учеников отправляли домой, занятия отменяли. Было известно об эвакуации школ номер 150, 149 и номер 5. Отцы троих детей не подлежат мобилизации. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По словам парламентария, решение об отсрочке от частичной мобилизации для отцов троих и более детей в возрасте до 16 лет уже приняли. Однако официального документа нет и, скорее всего, не будет. По словам Картополова, документ предназначен для служебного пользования. Это цитата. Но информацию довели до всех военкоматов страны. Сам депутат назвал такое решение жестом доброй воли. Официально Министерство обороны не сообщало о каком-либо изменении правил для многодетных. Москвичи и петербуржцы сообщают о массовых вручениях повесток у метро и в подъездах. Очевидцы рассказывают, что сотрудники полиции прямо на улице опрашивают мужчин, берут их данные и вручают повестки. Часть людей уводят в свои машины. Кадрами делятся телеграм-каналы база и осторожно новости. На некоторых станциях метро даже образовались очереди на вход. Другие рассказывают, что с повестками мужчин караулят в подъездах. Вот какое видео записала петербурженка. В администрации Санкт-Петербурга сотрудников полиции и военкоматов, которые стояли в подъездах домов, чтобы вручать жильцам повестки, назвали группами оповещения. А военкомат Москвы опроверг информацию о вручении повесток возле станции метро. Сенатор Андрей Клишас уже заявил, что каждый подобный случай необходимо проверять и давать правовую оценку. Он подчеркнул, что все конституционные права и гарантии, в том числе на свободу передвижения, действуют в России в полном объеме. А вот зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает абсолютно законным вручение повесток гражданам в метро. По его словам, повестка является основанием не для мобилизации, а для прибытия военной комиссариады, где в последующем выдается мобилизационное предписание, если человек подходит по параметрам. Депутат уверен, что раздача повесток на улице не нарушает права россиян. Отмену новогодних праздников на фоне спецоперации и частичной мобилизации обсуждают власти крупных российских городов. Так, от мероприятий и салюта уже отказались в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Калуге и Нижнем Новгороде. Средства, которые были выделены на празднование, будут перераспределены на помощь мобилизованным. Красноярские власти пока не намерены отменять новогодние гуляния. Кроме того, Минобороны страны ранее заявляла, что сейчас нет необходимости отменять новогодние мероприятия. Вооруженные силы имеют все необходимое оснащение. И сегодня мы проводим голосование и спрашиваем у вас, нужно ли, по вашему мнению, отменять новогодние мероприятия в Красноярске. Если вы поддерживаете отказ от празднований проголосовать за этот вариант, можно по номеру телефона 8 800 350 57 82. Если же вы считаете, что отказываться от празднования Нового года нет необходимости, звоните по номеру 8 800 350 57 83. Оставить свой голос можно также в нашей группе во Вконтакте. Сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране. Приходите по ссылке, голосуйте. Итоги подведем в конце выпуска. Производитель молочной продукции Danone уходит с российского рынка. Об этом рассказали на официальном сайте французской компании. В сообщении указано, что активы компаний в России перейдут другим лицам, однако не уточняется, каким. В нашей стране компании Danone принадлежат более 20 молочных комбинатов, заводов детских мясных консервов и прочих предприятий. Для потребителей компания Danone известна брендами «Простоквашина», «Активия», «Растишка», «Донисима» и «Биобаланс». Кроме этого, на полках можно найти и детское питание «Тема», «Нутрилон» и «Малютка». Все эти марки принадлежат французской компании. Сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или еще раз посмотреть любой сюжет из выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране. Переходите по ссылке, подписывайтесь и помните, что ТВК – это не только ТВ. Инспектор стройнадзора пойдет под суд из-за обрушения подпорной стены в Солнечном. Следователи завершили расследование уголовного дела ОЧП. Красноярские рестораны вошли в топ-3 лучших заведений Сибири. Кто возглавил гастрономический рейтинг? Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. Мы продолжаем выпуск и прямо сейчас готовы подвести предварительные итоги нашего сегодняшнего голосования. Напомню, в течение эфира мы спрашиваем у вас, нужно ли отменять новогодние мероприятия в Красноярске. На фоне геополитических событий и частичной мобилизации в том числе несколько крупных российских городов уже заявили о таком желании. Так вот, к данной минуте наши телезрители проголосовали следующим образом. За отмену мероприятий в Новый год проголосовали 64% телезрителей ТВК. И вариант ответа «нет» выбрали 36% проголосовавших. Напомню, голосование еще продолжается. Итоги мы подведем в конце выпуска. Номера телефонов вы сейчас видите на экране. А мы пока продолжаем. За забором в полуразрушенном состоянии. Итак, Красноярский цирк встречал свой юбилей 50 лет со дня постройки. Спустя почти год после даты мало что изменилось. Но сейчас краевые чиновники и депутаты радостно рапортуют. Наш цирк получил дополнительные деньги от федерального Минкульта. Чуть больше 146 миллионов рублей. Тем временем в сети появились новые эскизы внутреннего оформления здания. Значит ли это, что скоро Красноярский цирк вновь откроет свои двери для посетителей, и разбирала Светлана Чернушевич. Круто. Круто? Да. Да? Пойдем в цирк? Да. Скорее бы открыли, да? Здание Красноярского цирка на этих картинках разительно отличается от вида, к которому красноярцы, к сожалению, уже успели привыкнуть. Шутка ли три года полуразрушенное здание скрывается за забором. И так хочется представить его уже отремонтированным, преобразившимся. Мне нравится вот это. Вот это нравится. Да. Смотри, какие зеркала, да, красивые. И цветовая гамма такая красивая. Дизайн макеты будущего оформления Красноярского цирка уже успели разойтись по сети. Авторы проекта, к слову, это красноярцы, рассказали, что в первую очередь старались подчеркнуть достоинства архитектуры, созданной еще в 70-е годы прошлого века архитектором Виталием Ореховым. Для этого подчеркнули светом главный архитектурный тектонический элемент – барабан купола, а также колонны, формирующие объем здания. Главная задача – сделать не просто интерьер для детей, но привлекательное современное пространство. Волшебство для взрослых и детей здесь начинается с крыльца. Вдохновлялись авторы яркими и неординарными работами романтического художника-сюрреалиста Клаудио Соуза Пинта, а также проектами архитектора и интерьерного дизайнера из Китая Лисян, чей творческий подход буквально ломает традиционные представления о пространстве. Красноярцам новое оформление цирка, вдохновленное такими примерами, кажется по душе. Да, очень ждем. Я уже почитала, сколько будет моей дочери, когда она сможет пойти в цирк. А вот смотрите, как цирк будет выглядеть предварительно. Да, я смотрела в социальных сетях. Как вам? Мне нравится очень современно, концептуально. Что-то, может быть, особенно понравилось? Ну, фотографий недостаточно, чтобы судить о полной картинке, так скажем, этой реконструкции. Вот, поэтому, ну, как сделать, увидим. Действительно, а получится ли как на картинке? Чтобы услышать ответ на этот вопрос, мы сегодня связались с подрядчиком московской компании «Стройресурс». Это далеко не, конечно, вариант. Поверьте, что те мысли, которые у нас есть, и то, что мы придумали, более чем понравятся и журналистам, и людям, и просто, которые будут приходить. Вы даже себе не можете не представить, как это будет красиво. Потому что те вещи, которые мы там задумали, с учетом работы ваших местных издантов, были настолько впечатлены их работой. Вот те вещи, которые там мозаичные, которые нам предложили. Когда мы сейчас встроим в этот дизайн-проект и потом воплотим уже в действие, вы все, мягко говоря, приятно удивитесь. Вот это все, поверьте мне. Когда же мы все дружно удивимся, пока непонятно. Точных сроков, когда дизайн-проект внутреннего оформления здания утвердят, нет. Как пока нет и денег на реализацию. Выделенных федеральным Минкультом 146 миллионов хватит только на кровлю и остекление. Так говорит подрядчик. Работы на объекте уже ведут, остеклить здание планируют до конца года, разобраться с кровлей до апреля следующего года. Что дальше решит федеральный Минкульт, когда рассмотрят бюджет на следующий год. На вопрос, о каких суммах сейчас идет речь, в Росгосцирке сегодня не ответили. Но ранее звучало цифра в почти полтора миллиарда рублей, необходимых для завершения реконструкции. Но что касается сроков, красноярцы говорят, ну когда-нибудь дождемся. Вон мускомедию тоже 20 лет ждали. Посмотрим, может с цирком быстрее получится. Светлана Чернушевич, Сергей Кашин, Новости ТВК. В Красноярске завершили расследование дела об обрушении подпорной стены в Солнечном. Как оказалось, виноват в случившемся инспектор стройнадзора, который в 2017 году, по версии прокуратуры, преждевременно и необоснованно завершил мероприятие по контролю строительства стены. В итоге, 6 августа прошлого года она рухнула на парковку. Под завалами оказались пять автомобилей на общую сумму более двух миллионов рублей. Жителей дома пришлось экстренно эвакуировать, а сама многоэтажка, как передавали очевидцы, в момент обрушения тряслась. Прокуратура установила, что при строительстве подпорной стены были нарушены строительно-технические нормы. И правилом там отсутствовал отвод воды, использовалась несоответствующая арматура и была нарушена монолитность объекта. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели на инспектора стройнадзора, который и проводил проверку. Дело передали в суд. Обвиняемый вину не признал. В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9. Подземные толчки ощущались сегодня в 9 утра в Бурятии и Иркутской области. В Иркутске интенсивность толчков составила 5 баллов, у Лан-Удэ от 4 до 5 баллов. Очевидцы сняли кадры, как в квартирах и офисных помещениях звенела посуда, качались люстры и тряслась мебель. По данным Иркутского МЧС, эпицентр находился в 19 километрах восточнее села Большое Голоусное. После удара стихии произошло несколько авторшоков. О пострадавших в регионах не сообщается. Сейчас чиновники проверяют социальные объекты, а специалисты управляющих компаний обследуют жилой фонд. Экипажи аварийно-спасательной службы в течение дня патрулировали улицы Иркутска и Улан-Удэ, чтобы оценить обстановку. Красноярские рестораны вошли в топ-3 лучших заведений Сибири. Рейтинг составили на основе премии «Where to eat Siberia 2022». Церемония награждения прошла 13 октября. В этом году лучшим рестораном Сибири стал прошлогодний победитель 075 Please Wine & Kitchen. Второе место также занял красноярский представитель «Чешуя» и на третьей ступени пьедестала «Тунгуска». Кроме того, в топ-10 вошли и другие рестораны Красноярска. На пятом, седьмом и девятом местах расположились новосибирские заведения, а на шестом месте – томский ресторан. Также на награждение объявили и спецноминации. Шеф-поваром года стал Николай Бобров из ресторана «Тунгуска». Титул «Сомелье года» забрал себе Михаил Кобзарь из «Чешуи». А в номинации «Официант года» победила Дарья Волкова из 075 Please. Аспирин подорожал почти в два раза, а в Красноярске закрывают часть дачных автобусов. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». В Красноярском крае за год аспирин, мыло и спички подорожали в полтора-два раза. Такими данными поделился Красноярск Стат. Специалисты проанализировали рост цен на популярные продуктовые и непродуктовые товары. За год огурцы подорожали на 60%, бананы на 10%, а яйца на 8%. Аспирин вырос в цене в два раза, а хозяйственное мыло, спички, дезодоранты и шприцы в среднем на 50%. Схема движения в сторону поселка Элиты из Красноярска изменится с 15 октября. Новую схему движения на Т-образном перекрестке опубликовали специалисты Крудора. Так, например, выезжающие из Красноярска в Минино должны будут проехать в сторону Элиты, а затем повернуть налево. В Крудоре отметили, что на измененном участке поставят временные оповещающие знаки. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и планировать маршрут заранее. В Красноярске закрывают часть дачных автобусов. Как рассказали в мэрии, уже 17 октября из-за окончания дачного сезона закроются маршруты 18С, 40А и 40С. Автобусы маршрута номер 19 перестанут выполнять продленные рейсы до Садового общества «Южное». Без изменений останутся маршруты 18 и 40. В мэрии напомнили, что информацию о движении автобусов красноярцы могут узнать на сайте Красноярск Гор Транса или в диспетчерской. Как красноярские папы готовятся отмечать День отца? И кто он, современный многодетный отец? Штрафы за выброшенные шины «Черное небо» в Минусинске и прогнозы по поводу глобального потепления. Новый выпуск «Эко-новостей» через 7 минут. Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-065. Мы продолжаем выпуск. Нужно ли отменять новогодние мероприятия в Красноярске? Такой вопрос мы сегодня задаем в течение эфира, проводим голосование. И вот к данной минуте предварительные результаты расположились следующим образом. За вариант «да», нужно отменить новогодние праздники из-за геополитических событий. Так, проголосовали 66% телезрителей ТВК в данную минуту и 34% опрошенных выбрали. Вариант ответа «нет». Голосование еще продолжается. Итоги окончательные подведем в конце выпуска. Номера телефонов вы сейчас видите на экране. Ну а мы пока продолжаем. В это воскресенье, 16 октября, в России отметят День отца. Этот праздник появился совсем недавно и еще не оброс традициями. Однако самим папам и их семьям идея нравится. Наш корреспондент Валерия Пескун пообщалась с красноярскими многодетными отцами, которые рассказали, кто же такой настоящий папа. Вот так игра и происходит. Главное контроль. Главное не быть уворачиваться. Да, и организация игры. Такими советами делятся Андрей и Евгения Бугаевы. Уж они-то точно знают, как правильно играть с ребятишками. У опытных родителей четверо детей. Алиса, Василиса, Лев и Оливия. Многодетная семья все делает вместе. Гуляет, обедает, развивается. Даже ежедневник, в котором они планируют свои дела, один на всю семью. Ведь строить общие планы – это залог успеха, утверждает папа Андрей. Он говорит, что семья – это некая система, организация, где каждый выполняет важную функцию. Папа в этой семье отвечает за то, чтобы показывать детям правильный пример. Он считает, что главное не слова, а поступки. Поэтому на своем примере показывает, что такое хорошо, а что плохо. Папа, мама, они как бы на балансе должны находиться, прежде всего. Они, да, они скажут свою роль, несут отец, прежде всего, мне кажется. Вот такой емкий вопрос на самом деле. Это как опора, не прежде всего. Как бы то, на кого ребенок должен понимать, что может опереться. И как защита, опора, опека. Ориентир. И ориентир, и прежде всего ориентир, правильно, да. Как цель, которую заставит, да, вот я хочу быть как папа. И если папа Андрей уверен, что поступки важнее слов, то многодетный отец Руслан Пулатов считает иначе. У него четыре дочки, а с девочками жизненно необходимо разговаривать. Для него, как для папы, важно понимать, что они чувствуют, как прошел их день или о чем они переживают. А перед сном они все вместе обсуждают важные, даже философские темы. Так они выстраивают доверительные, теплые отношения, да и просто лучше понимают друг друга. А еще Руслан ходит со своими дочками на свидания, чтобы показать, как должен вести себя с женщиной настоящий мужчина. Есть такая традиция, мы делаем иногда свидания. Вот как раз для цели вот такого близкого индивидуального общения. Мы планируем какой-то день, когда мы идем вдвоем куда-то. Это может быть какой-то даже детский центр, или мы можем просто погулять там, не знаю, на аттракционах, зоопарк или еще какое-то. Но просто мы обычно всегда толпой и вот эта вот движуха. А когда, ну, вдвоем, с каждым ребенком не так часто остается времени. И мы вот для этого придумали вот такую штуку, чтобы как-то время проводить отдельно. А вот Андрей Пашкевич сам рос в многодетной семье, поэтому всегда хотел, чтобы у него тоже было много детей. У Андрея два мальчика и две девочки. С детьми папа старается проводить как можно больше времени. Совместно они выезжают на природу, играют, читают и ездят на рыбалку. А еще всю работу по дому они делают вместе. Так отец старается приучить детей к самостоятельности и дисциплине. На вопрос, строгий ли вы папа, Андрей с улыбкой отвечает нет. Но при этом мужчина считает, что он для детей настоящий авторитет. То есть они слушаются, если где-то даже жена не справляется. Вот с младшим Григорием она зовет меня. То есть папа, помоги. То есть потому что слушаются только папа. И что вы делаете в этот момент? Ну иду, то есть все. Команды. Если папа идет, то все, значит, уже они слушаются. Отцы бывают разные. Строгие, понимающие, заботливые и любящие. Но самое главное, что они играют очень важную роль в жизни каждого ребенка. С днем отца, дорогие папы! Валерия Пескун, Артемий Мячин, ТВК. Красноярцев ждут облачные, но вполне теплые выходные. В субботу, по прогнозам синоптиков, будет плюс 6 градусов. При этом никаких дождей и сильного ветра не ожидается. К вечеру похолодает до минус 2 градусов, в воскресенье днем в городе потеплеет до плюс 9 и также никаких осадков. В целом же такая температура сохранится в Красноярске в течение всей рабочей недели. Однако уже в середине недели в город придут дожди и сильный ветер. Что касается геомагнитной обстановки, то метеорологи прогнозируют небольшие возмущения на Солнце в середине недели. Магнитные бури до 4 баллов ожидаются 19 и 20 октября. В остальные дни солнечная активность не превысит 2-3 баллов. Штрафы за выброшенные шины, черное небо в Минусинске и прогнозы по поводу глобального потепления. Подробнее об этом смотрите в новом выпуске Эко-Новостей. Всем привет! Вы смотрите Эко-Новости. На ТВК ближайшие несколько минут вас ждут события из сферы защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. Красноярцев будут штрафовать за выброшенные шины. В мэрии рассказали, что сейчас самый сезон менять летнюю резину на зимнюю. Обычно в этот период в городе появляются стихийные свалки со старыми шинами. Это нарушает экологическое законодательство. Так, за выброшенную резину можно получить штраф в размере от 1,5 до 4 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. При этом за повторное нарушение красноярцев ждет наказание в виде штрафа. Также до 4 тысяч рублей, до 40 тысяч могут заплатить должностные лица, до 70 тысяч предпринимателей без юрлица и до 400 тысяч рублей юридические лица. Для того, чтобы не нарушать экологическое законодательство, вы можете сдать шины в пункты приема, где их перерабатывают. А это завод на улице Красной Звезды и вторшина на Айвазовского. Также старые автомобильные покрышки принимают в некоторых шиномонтажных сервисах. Росприроднадзор вновь обратил внимание на проблему черного неба в Минусинске. Традиционно с началом отопительного сезона город окутывает дымка. В частности, из-за того, что Минусинск находится в Ктловине, и все вредные выбросы, в том числе, которые принес ветер с других территорий, скапливаются над городом. Об этом в очередной раз напомнила Светлана Родионова, глава Росприроднадзора на российском экологическом форуме. Минусинск неоднократно становился лидером в антирейтингах по уровню загрязнения. Например, город возглавил экорейтинг зеленых с 3 по 9 октября, став самым грязным. Председатель партии Сергей Шахматов считает, что даже если перевести все частные дома, это больше 10 тысяч, на альтернативные виды отопления, то ситуацию это не исправит. И поэтому решить вопрос с кем, чтобы убрать черное небо в Минусинске, решая его только в Минусинске, не получится. Потому что никто не отменял по преимуществу на роде ветров перенос трансграничный тех выбросов с более крупной группировки автономных источников теплоосновления, которые находятся на территории Хакасии. И сегодня жители Минусинска дышат в том числе этим. Это установлено специалистами и многими экспертами-экологами. И если эту проблему не решать совместно с властями республики Хакасии и с властями Абакана, Абакана-Черногорской агломерации, этот вопрос решен не будет. На территории России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на оставшихся частях земли. Слова главы Росгидромета Игоря Шумакова передает ТАСС. Он же, в свою очередь, ссылается на данные Всемирной метеорологической организации. Так, по заявлениям Игоря Шумакова, быстрее всего растет температура северной полярной области страны, особенно в последние десятилетия. Площадь морского льда в Арктике сокращается, деградирует многолетняя мерзлота. И ситуация может продолжить усугубляться, говорит Шумаков. Кроме того, последние 7 лет в целом стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. По оценкам, на которые ссылается руководитель ведомства, средняя глобальная температура с 2018 по 2022 год на 1,17 градуса Цельсия была выше значений с 1850 по 1950 год. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 10 по 13 октября оказались Ленинский и Кировский, а самыми чистыми стали Центральные и Октябрьские районы. На этом все. Вы смотрели ЭК-Новости на ТВК. Увидимся в эфире. В рубрике «Кинохроники Красноярья» мы продолжаем пока о самых старинных красноярских видеоархивах, сохранившихся в нашем городе. Если вы узнаете на этих кадрах кого-то из близких и знакомых, просьба сообщить к нам в редакцию. День, о котором мы хотим рассказать сегодня, был одним из самых обыкновенных августовских дней. На улице Красноярска он вошел вместе с колоннами строителей, отмечающих свой праздник. На фестиваль собрались и те, кто создает один из крупнейших в стране Ачинской алюминиевый комбинат, и те, кто приехал по призыву партии, чтобы проложить сквозь дебри, горы и реки дорогу Абаканты-Шет. Наверное, День города сейчас отмечают более скромно, нежели День строителей в 60-м году. Грандиозное зрелищное действие на переполненном стадионе «Локомотив» и массовые народные гуляния по всему городу. Пусть веселятся строители, а мы, вслед за августовским солнцем, пойдем дальше по Сибири. Посмотрим, чем она сегодня живет. Их маршруты пролегают по нехоженным местам. Не только летом, но и в зимнюю стужу исследуют геологи недра земли. И земля выдает им свои сокровища. В начале 60-х на юге Красноярского края было найдено крупнейшее месторождение фосфоритов в долине реки Сейба. Сейчас работники Минусинской экспедиции уточняют контуры первого в Сибири месторождения фосфоритов. Ведут подсчеты запасов этого ценнейшего минерального удобрения. Как это часто бывает, вслед за геологами жизнь пришла в глухую тайгу. Знаете ли вы, что не выходя из кабинета, можно побывать высоко над облаками? За герметической дверью находятся люди. Там воспроизведены условия полета в разреженной атмосфере. На высоте в 5000 метров не всякое обойдется без кислородной маски. Но Виктор Хлынцев, как у себя дома. Каждый летчик Красноярского порта проходит такие испытания. Специальная барокамера – это своего рода строгий ревизор, определяющий с педантичной точностью пригодность авиатора к своей профессии. Все красноярские летчики за свое здоровье тогда получили оценку «отлично». В народе говорят, корень науки – горик, но плоды его сладки. В этом хорошо убедился каждый, кто склонил сейчас голову над тетрадью. Разными путями пришли в школу эти люди. У Владимира Кирилловича Азаренкова своя судьба. В дни, когда страна переживала послевоенную разруху, он подросткам пришел работать на производство. Теперь жизнь снова подсказала учиться. Ведь без знаний нет мастерства. Бригада Азаренко – одна из передовых на Красноярском заводе «Септишмаш». В честь 22-го съезда партии она выполняла месячные задания на 150-200%. Члены бригады вызвали на соревнования слесарь-сборщиков Иркутского завода имени Куйбышева. В сказочный городок пришли сказочные герои. В Исаульский детский дом в гости к ребятам приехал Дед Мороз и Снегурочка. Он принес малышам много радости и много подарков. Как всегда, о детях Исаульского детского дома родительски позаботились шефы-работники Красноярского универмага. Если вам удалось кого-то или что-то на этих кадрах идентифицировать более точно, звоните к нам по телефону 200-00-65. Наталья Кичина, Новости ТВК. И прямо сейчас мы готовы подвести итоги нашего сегодняшнего голосования. Нужно ли отменять новогодние мероприятия в Красноярске? Такой вопрос сегодня звучал для наших телезрителей. И за вариант ответа «да, нужно» проголосовали 67% телезрителей ТВК, 33% ответили, что нет, новогодние мероприятия отменять не нужно. Я напомню, что на фоне геополитических событий, в том числе частичной мобилизации, несколько крупных российских городов уже рассказали о своих планах отменить новогодние мероприятия, в том числе салюты. Красноярские власти пока не намерены отменять новогодние мероприятия. Ну что ж, вот такие итоги нашего сегодняшнего голосования. Ну а на сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-00-65. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!